Здравствуйте, мои уважаемые подписчики. Сегодня предлагаю вам обзор книги Александра Силаева «Философия без дураков». Полное название книги «Философия без дураков. Как логические ошибки превращаются в мировоззрение и как с этим бороться». Александр Силаев, дипломированный философ, был преподавателем философии в университете и в этой книге он затрагивает такую тему как рациональность, как мыслить рационально с помощью цифр, фактов, вероятностей. Книга состоит из трех частей. Это разговор по понятиям, вторая часть – наследие древних обезьян и третья часть – это когнитивные искажения второго порядка. Книга про рациональное мышление с теорией, практикой, кучей примеров. Так он пишет в своем введении. А что автор понимает под рациональностью? Это модели мышления. Модели мышления, которые выигрывают на продолжительном промежутке времени. Каждый человек, который живет, у каждого человека своя модель мышления. Кто-то верит в астрологию, кто-то верит в физику, кто-то верит в аборигенов в стране Кука. И в зависимости от того, во что верит человек и на что он опирается в своем мышлении, его жизнь складывается так или иначе. Автор книги Александр Силаев предлагает рассматривать события с рациональной точки зрения. Приводит, например, такой пример, что большая часть людей, которые живет на планете, плохо умеют работать с вероятностями. Приводит простой пример, что, задавая такой вопрос, вы возьмете сегодня зонд с собой, когда будете выходить из дома или нет. Но для того, чтобы понять, брать зонд или нет, нужно понять, будет ли дождь или нет. И Александр предлагает воспользоваться теоремой байоса из статистики, чтобы рассчитать эту вероятность. Используя те вероятности, которые нам даны, уже даны, и те вероятности, которые мы можем предполагать. Работа с вероятностями, это отнимает очень сильно энергию мозга. А известно, что наш мозг очень ленив и не любит думать, и любит действовать по шаблонам. И чем больше шаблонов у человека собирается за жизнь, тем меньше мозг думает. А когда мы пытаемся загрузить мозг работой, то он всячески от нее отбрыкивается. А расчет вероятности, это как раз такая работа и есть. Последняя часть этой книги посвящена разбору таких понятий, как религия, коммунизм, магия, конспирология, консерватизм. По каждому понятию вначале он дает определение, что понимается под этим понятием. А потом разбирает эти искажения, почему данные, скажем так, течения, они нерациональны. Книга оказалась достаточно полезной, я ее буду еще раз перечитывать. И данную книгу можно приобрести в книжных магазинах, как в печатном, так и в электронном виде. Я оставлю ссылку на магазины, где я нашел эту книгу, где она есть сейчас в наличии. Спасибо вам за внимание, что вы посмотрели этот обзор и подписывайтесь. Я буду выпускать обзоры на книги после того, как я их прочту. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы увидеть уведомления о новых видео. Желаю вам успехов и до новых встреч.